В состав комиссии, проводившей работу с населением в частном секторе, совместно с инспекторами Госадмтехнадзора участвовали представители городской администрации. В рамках разъяснительной работы были выявлены физические лица, уклоняющиеся от заключения договоров на вывоз мусора. Добрый день. Добрый. Добрый день. Здравствуйте. Вы хозяин, да? Да. Сложно у вас на минуточку? Я хозяин Госадмтехнадзора и представитель администрации. На данной улице у нас возникла проблема. Граждане не заключают договора на вывоз мусора. Как у вас с этим обстоят дела? Мы сейчас проходим улицу, проверяем, кто находится, и уточняем, заключены договора или нет. На самом деле возникают сложности с вывозом мусора. Приходится вывозить в город. Жители частных домов утилизируют мусор, собирая его в мешки и вывозя на городские контейнерные площадки. Это неправильно. Есть закон Московской области, который подразумевает, что частные домовладения должны иметь заключенный договор на вывоз мусора. Есть норма накопления. И в связи с этим у вас будет со временем установлена контейнерная площадка. Сейчас она планируется. И тогда вы будете выбрасывать мусор там, где вы проживаете. А вывозить мусор в город, на другие контейнерные площадки – это неправильно. Мало того, так вы за него еще и не оплачиваете. Поэтому данное событие является нарушением этого закона. И вообще предполагается штраф в размере 5000 рублей. Домовладельцам были подробно разъяснены нормы и требования законодательства и правила заключения договора с мусоровывозящими компаниями. Вы можете обратиться в отдел ЖКХ в администрации. И там мы вам все подскажем, как правильно заключить договор, какие есть компании, которые работают в Электрогорске, с кем заключать договора, их телефоны. И вы можете это также. И потом предоставлять заключенный договор, вы предоставляете к нам. Мы будем видеть, что да, вы конкретно заключили этот договор на вывоз мусора. У некоторых жителей существует ошибочное мнение, что проживая в частном доме, они могут утилизировать мусор так же, как и проживая в многоквартирном, то есть выбрасывая его в контейнерные площадки. В ситуации с ИЖС все обстоит иначе. Каждое частное домовладение обязано заключить договор. По каждому объекту, если у вас несколько домов, значит несколько договоров на вывоз мусора. Закон есть, и его необходимо соблюдать. К тому же несоблюдение чревато появлением несанкционированных свалок и навалов мусора. А это негативно влияет на облик города. Я думаю, вы слышали, что город Калитрогорск находится в лидерах по чистоте на первом месте. Поэтому мы хотим, боремся за это, чтобы город наш был чистый. На сегодняшний день мы проводим профилактическое мероприятие. Но в случае, если вы договор не заключите в ближайшее время, вам, конечно, придут письма счастья с указанием на то, что вам нужно будет заплатить штраф.